Дисциплина информационная логистика 2. Путь прохождения логистического информационного потока 3. Отражение результатов логистической информационной системы различными уровнями корпоративной иерархии 4. Характеристика информационной системы с обратной связью 5. Продолжение следует... Под логистическим информационным потоком понимается сложившееся или организованное в пределах логистической информационной системы движение информации в определенном направлении при условии, что у этих данных есть общий источник и общий приемник адресат, например, совокупность сведений, передаваемых из одного звена логистической системы отдела закупок, диспетчерской, источника, в другой производственный отдел, отдел эксплуатации, приемник или адресат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это системные блоки обработки информации, например, прием заказов или выделение запасов под заказ. Файлы данных — это инфраструктура информационной системы, где хранится информация, разбитая на функционально однородные группы, такие как заказы или объем складских запасов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Поток логистической информации проходит через следующие модули. 1. Получение заказов 2. Обработка заказов 3. Транспортировка и грузопереработка 4. Распределение 5. Управление запасами В центре эффективно управляемого материального потока должен находиться эффективно управляемый поток информации. 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 6. Информация Информация — это функция, приводящая в действие логистическую систему. Именно информация держит систему материального потока открытой, то есть способной приспосабливаться к новым условиям. Для обеспечения гибкой, ориентированной на потребителя логистической системы, необходимо, чтобы физическая система функционировала параллельно информационной системе. Информация Информация Продолжение следует... 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 Например... Затраты на создание более совершенных возможностей прогнозирования спроса должны быть соизмерены с затратами, связанными с ситуацией отсутствия запаса. Затраты и выгоды не так просто определить, так как существует множество рисков, количественное определение которых затруднено. Продолжение следует... Следует осторожно относиться к инвестициям в очень сложные информационные системы в тех случаях, когда затраты, связанные с риском, невысоки или наоборот очень высоки. Продолжение следует... Продолжение следует... Та же проблема соизмерения затрат и результатов существует и при решении вопроса о хранении информации. Всегда есть опасность быстрой эскалации затрат на хранение данных в системе, которая может иметь определенную ценность. Существуют аналогичные проблемы, связанные со скоростью ответа информационной системы. Некоторые информационные системы, работающие в режиме реального времени, контролируют постоянные поминутные изменения в физической системе, например, система резервирования на авиалиниях. Продолжение следует... 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 Способ идеального отражения результатов логистической информационной системы различными уровнями корпоративной иерархии показан на рисунке 2.1. Продолжение следует... Для оперативного уровня специалистов, пользующихся системой, диапазоном использования информации будет обработка оперативных сделок, ответ на запросы. Для контролирующих органов диапазоном использования информации является информация для оперативного планирования и контроля. Для среднего уровня руководства – это управленческая информация для тактического планирования и принятия решений. Для высшего уровня руководства диапазоном использования информации является информация для выработки стратегии и политики для принятия решений. Продолжение следует... Главный принцип создания информационной системы состоит в том, чтобы, во-первых, собирать данные на самом низком уровне агрегирования и, во-вторых, представлять их в качественно сопоставимом виде. Для полного завершения логистической системы необходим комплексный набор данных, которым можно манипулировать и с помощью которого можно проводить анализ столькими способами, сколько их требуется руководителю сферы логистики. Продолжение следует... Система должна располагать возможностями для проведения детализированного анализа. Принцип построения логистической информационной системы показан на рисунке 2.2. Данные из окружения в виде информации ввода, Пройдя через стадии внутренняя организация, хранение данных, составление файла, поиск, обслуживание файла, преобразование данных, обработка базовых данных, анализ данных с использованием статистических и математических методов, В виде информации и вывода поступают руководителю сферы логистики для принятия решения, которое затем отправляется в окружение. Все это элементы логистической информационной системы, в данном случае представлена их связь с окружением и лицом принимающим решения. Продолжение следует... Любое совершенствование информационного потока не может быть достигнуто без затрат, но важно понять, что выгоды от этого будут существенными. Повышение качества логистической информационной системы позволяет эффективно решать многие проблемы запасов транспортирования, складирования, обеспечения притока наличных средств. Можно выделить множество специфических функций, которые должна выполнять логистическая информационная система. Это функция обслуживания информационного потребителя, функция планирования и управления, функции координирования и другие. На практике логистическая информационная система состоит из множества дискретных, но связанных подсистем. На рисунке 2.3 представлены петли снабжения и потребителя в информационной системе. В данном случае петля снабжения это поставщик производства, а петля потребителя это производство потребителей. Продолжение следует... Особое влияние на информационную систему оказывает научно-технический прогресс. Например, в области управления логистикой, вычислительная техника революционизировала системы обработки заказов. Она обеспечила возможность внедрения современных систем в функциональные области логистики. Это транспорт, управление запасами, складские хозяйства и другие. Продолжение следует... Не вызывает сомнения важная роль системного подхода к решению проблемы в целом, а не одной ее части. Информация и технологии, обеспечивающие наличие информации, это средства реализации системного мышления. Во внутренней информационной системе те или иные явления порождают информацию, которая служит основой для принятия решений, управляющих действиями, направленными на изменение этих явлений. Продолжение следует... Продолжение следует... Информационные системы с обратной связью характеризуются структурой, запаздыванием и усилением. Структура системы это взаимосвязи отдельных частей. Запаздывание всегда существует при получении информации, при принятии решений, основанных на этой информации, и в процессе выполнения этих решений. Усиления обычно происходят при принятии решений. Они проявляются в тех случаях, когда принятие решения оказывается более сильным, чем это можно предполагать. Продолжение следует... В информационной системе с обратной связью существует строго определенная практика принятия решений, которой руководствуется хозяйственный руководитель. Принятие решений строго обусловлено производственными или другими обстоятельствами. Существует возможность установить правила, регулирующие эти решения, и определить их влияние на производственное и экономическое поведение систем. Продолжение следует... 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 На заводе, в оптовом и в розничном звеньях. Запаздывание решений и действий. Чтобы определить динамические характеристики системы, необходимо знать время запаздывания в потоках заказов и товаров. Запаздывания указываются, как правило, в неделях. Запаздывание указывается, как правило, в неделях. Чтобы эффективно работала логистическая система, необходимо знать правила, регулирующие размещение заказов и размеры складских запасов в каждом звене реализации продукции. В этой модели имеется три основных вида заказов. Первое. На возмещение проданных товаров. Второе. Для пополнения запасов во всех звеньях в связи с изменением уровня продаж. Третье. Необходимые для заполнения каналов обеспечения товарами по заказам, находящимся в стадии выполнения. Продолжение следует. Таким образом, чем выше уровень информационной системы, тем выше эффективность логистической системы. Поэтому высокое качество информационной системы позволяет эффективно решать многие проблемы управления запасами транспортирования продукции, складирования и других логистических функциональных областей. Продолжение следует. 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 Продолжение следует...